И снова мы в нашей студии, вот, и снова с нами Люба, и мы продолжаем разговор, который мы не закончили в тот раз. Люба, я хочу все-таки вот, как бы, да, где-то, ну, поставить точки на «ды», наверное, трудно, а вот услышать все-таки роль папы, скажем, вот в этой стратегии, о которой мы говорили, роль папы, вот в реализации тех целей, которые, ну, ты ставила перед, для себя, перед ребенком и так далее. Потому что очень часто папы, ну, как-то дистанцируются, отстраняются от всего, им, как бы, абсолютно все равно, что происходит. Они ни во что не верят, они считают, что, как бы, там, мамы сходят с ума от проблем, и там хватаются за все, и так далее, и так далее. Вот, чтобы это прозвучало обращением, может быть, к папам, которые, ну, где-то могут хоть чуть-чуть краем уха услышать то, о чем мы говорим. Абсолютно. Я начну для начала с обращения к мамам, потому что роль мамы в данном случае тоже очень важна. Не надо забывать об активном привлечении папы, то есть активно его заинтересовывать, активно рассказывать о том, что происходит, активно демонстрировать результат и активно об этом говорить, 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 говорить. Рано или поздно, лучше, конечно, рано, это принесет свои плоды. Прошу прощения, я хочу все-таки уточнить, если речь идет об обращении к мамам, то, наверное, нужно, это должно звучать так, что просто, хотя это для многих очень сложно, содействовать тому, чтобы отец ребенка обращал внимание на детей, да и на жену тоже. Абсолютно, да. В очень многих случаях им просто наклевать. И поэтому, как бы, говорить это особо не с кем, мы уговаривались особо не с кем, потому что им просто, ну, как бы, это не очень надо. Мне это всегда ситуация весьма огорчала. В какой-то момент мне стало радовать очень то, что появились мужчины, которые сами находят выход на нас и хотят что-то. Не важно, на нас, абсолютно не важно, что отцы ищут какой-то способ помощи детям. Не важно даже, какой он, но что отцы. Вот Азиз, который отец Ахана, вот он, один из таких людей. Я очень был рад, когда он тогда появился, что именно отец проявляет интерес. Движущая сила, да, как раз. Не в том числе и движущая. В том числе, но, на мой взгляд, основная проблема это в другом. Не в том, как, а что. Что вообще просто нету правильного, с моей точки зрения, отношения к этому, к ребенку, да и к жене тоже. Да, я думаю, что это именно, да, начинается все с отношения к жене и продолжается все это, соответственно, на ребенка. То есть вот течет, как оно течет. Да, ну, женщине, наверное, надо сделать определенные выводы для себя. Ну, и каждый уже, наверное, в конкретном случае будет решать. Но в любом случае я хочу обратиться к мамам, которые всегда могут найти поддержку на сайте и в личной переписке. И в том числе и вот доктор Люба, который посоветует всегда, может быть, какие-то тактические моменты, которые позволят как-то вот наладить эти отношения. А теперь, ну, идем дальше. Вот, да, вспомним, что наступил такой момент, когда поняла, что нужно ехать, потому что, как бы, вот основная цель, она может реализоваться только здесь. Ну, или, по крайней мере, наверное, такие мысли, да, надо посмотреть, ну, если так помогает дистанционно, то что же будет там, когда приехать. Это было именно так, это было именно так. Ну, вот приехали, и вот первое впечатление, я всегда спрашиваю, мне очень интересно, первое впечатление, когда вы вот перешагнули порог, да, вот поднялись там на высокий этаж, по крутой лестнице перешагнули порог, и? И я увидела полную заинтересованность в своем ребенке и в себе, полную вовлеченность специалистов центра в процесс, вот, буквально от идеи до воплощения, то есть весь день, весь процесс лечения занимаются тобой, твоим ребенком, мне нравится то, что происходит, просто покорила и восхитила меня Юсефа. Юсефа, то есть, я могу очень долго об этом говорить, это колоссальная личность совершенно по своему масштабу, по своим способностям, богом помазанный человек, я совершенно не боюсь этого слова, и это так. Ты это ожидала, или это, потому что Юсеф уже ты до этого не видела? Я была очень открыта, я должна сказать, что я была полностью открыта вообще ко всему, что я здесь увижу, вот, и, скажем, это было, ну, не то, что приятный бонус, это было классно, в этом убедиться. Вот прозвучала фраза, Люб, я хочу остановиться, немножечко вот о чем, иногда вот в процессе разговора, да, выскакивает то, за что потом можно как-то вот ухватиться и непосредственно раскрыть тему. Ты сказал, что ты увидела полную занесенность в ребенке и в себе. Да, абсолютно. Вот, вот насчет и себя, ведь ты же ехала не для того, чтобы мне считалось, что ты в полном порядке, в тебе менять вообще ничего не надо. И вдруг оказалось... Не совсем так, не совсем так, я была открыта, я была открыта, очень важно, еще один совет, и приходить на сеансы дистанционные, и приезжать в центр Беря-Давид, будучи полностью открытой. То есть это очень важно, открытый к изменениям, открытый к исцелениям, открытый, может быть, к неприглядной правде по поводу себя, которая тоже имеет место быть, да, не будем скрывать, именно так. То есть не воспринимать это как какое-то личное недовольство, оскорбление, а воспринимать это как элемент лечения. Абсолютно, абсолютно. То есть вот такая примедикация. И вот получается у нас так, вы здесь с Аароном две недели, по-моему. Две недели. Значит, две недели. До этого у вас было там сколько, да, пять-шесть дистанционных сеансов. Да. Есть разница в результатах от дистанционных сеансов и от вашего двухнедельного пребывания здесь? Очень большая разница. Давайте начнем вообще с чего-то простого, скажем так, с исцеления на уровне физического тела. И тут, наверное, я должна рассказать что-то о себе. Я прошла через два кесаревых сечения, у меня двое детей. И на данный момент времени, до приезда в центр Бередовит, у меня был хронически воспаленный шов. И мне нигде не могли помочь, хотя мои коллеги в Германии очень старались. И, наверное, они делали все, что возможно. Я напоминаю, что, Люба, у нас доктор, но и к коллегам всегда относятся, ну, скажем так, более шепетинно. Ну, скажем так, да. Они старались. Но, несмотря на все старания, несмотря на все усилия, шов у меня был хронически воспален. И, в общем, помочь мне мало кто мог. И вообще никто не мог сюда, я приехала с воспаленным швом. А теперь я, а теперь, вот, а теперь я, да, теперь я на минуточку верну чуть-чуть назад, когда, напомню, знаешь, что Люба сказала, что у нее вообще все в порядке. Да, да. То есть это как бы не считается. Это не считалось абсолютно. Я об этом, я совершенно искренне об этом не думала. То есть вот я приехала, да, открыто ко всему, открыто к изменению, но при всем при этом я про себя как-то вот забыла. Как правило, люди забывают, взрослые люди, родители забывают для себя делать благое. И когда ты на первый план ставишь исцеление ребенка, свои какие-то... Перестают себя любить. Да. Ну, не то, что перестают себя любить, но вот какие-то вот такие вещи, они... Перестают, перестают. Ну, окей, хорошо. Пусть будет так. Да, и в моем случае это был шов, воспаление, в котором буквально через одежду сразу же определила Юсефа. Ей не понравилось это место. Потом сразу же... Причем шов внутренний, не нарунен. Шов абсолютно, да, да, его не видно, да. Так, это я уточняю на всякий случай. Да, шов на матке, два шва на матке, которые наложились один на другой. То есть, ну, это вот просто, видимо, особенности физиологии так вот произошло. Ну, не важно, как это случилось. И потом пришел Асав и сказал все то же самое. То есть, вот, и с тех пор мы запустили процесс болезненного. Как он тебя всколол? Да, да, иголки... Как ты подпрыгивал на потолках в море, когда она... Абсолютно, все так, все так, да, и даже хуже. Иголки Асав мне не загнал, разве что под ногти. Вот, был обозван в процессе лечения Гитлером, не обиделся. Он просто не понимает по-русски. Не-не, он понял, что я имела в виду очень хорошо. И на сегодняшний день мой шов гораздо посветлел, он не болит. Я не буду демонстрировать, дабы не испугать. За две недели. За две недели, да. Причем, да, причем то, что не смогли там годами сделать в Германии, где медицина, ну, скажем так, на уровне определенная. Это первый, скажем так, момент исцеления моего физического тела. Второй момент, я хронический гипотоник. То есть, мое нормальное давление, в котором я существую, функционирую, там, брожаю детей, веду обычный образ жизни, 90 на 60. Ну, что, в общем, где-то мешает, наверное, периодически. Это мешает, это вошло уже в привычный образ жизни. Я прекрасно понимаю, что, ну, как это поддерживать? Никакой терапии не существует, кроме того, что много ходить, что я делаю, много пить, ну, мне это никак не помогало. То есть, я просто, я об этом забывала. То есть, я функционировала в своем обычном режиме, забывала об этом низком давлении. Здесь, в Иерусалиме, в горном городе, в котором все располагает к понижению давления, после первого посещения Юсефа у меня ушли вообще все симптомы гипотонии. То есть, они меня совершенно не напрягали. Я стала чувствовать себя прекрасно, я себя стала чувствовать прекрасно, легко и благодарно. Вот так вот. Выяснилась причина этой проблемы, она окрылась в почках, и с почками мы до сих пор работаем, работаем успешно с Юсефой. Не только с Юсефой, собственно, все вместе. Ну, да, 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 но именно акцентируем мы на это внимание и озвучиваем это с Юсефой. Мы озвучиваем то, на что произвело впечатление, но это, как бы, я еще раз повторяю, мы не репетируем, поэтому то, что лежит на душе, то и высказывается, потому что это нормально, абсолютно. Да, это то, что касается... Мы не будем пугать народ и говорить, что было вот здесь, на этом столе, вот, дабы, дабы не... Да, вот. Да. Речь не об этом, речь о том, что вот меняется. Теперь, как бы, меня интересует, знаешь, какой момент? Очень интересный. Ваша взаимосвязь и ваш... Ну, даже это не контакт, а вот какая-то уровень биологической связи, отношения тебя и Аарона. Вот, ну, он же первый раз, как бы, да, куда-то выехал, вот так кардинально поменяв страну, поменяв... Нет, бывал, выезжал уже, да? Да, регулярно. Я тут, я должна... Это, кстати, правильный вопрос, вы меня натолкнули на правильную мысль. Я не задаю неправильных вопросов. Да, 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 вы меня навели очень грамотно на то, что вообще с самого раннего детства Аарона, когда стало понятно, существуют какие-то особенности, мы не делали на них никакой скидки. Значит, в очень существенной части... То есть вы, я, извини, я сейчас сформулирую, более понятно, то есть вы не зацикливались на нем, как на нездоровом ребенке? Нет, абсолютно нет, абсолютно нет. Он присутствует с нами за всеми столами, при всех гостях, мы ходим в ресторан, мы проводим вместе время, мы ездим вместе... Ну, а если кто-то из гостей скажет, а что это у вас такой ребенок какой-то странный? Мы очень легко объясним, нам ничего не стоит это. То есть не будет ни обид, ни комплексов, ничего. Вот, еще раз, услышите, пожалуйста, это очень важно, потому что это вот тот контакт внутри семейный, о котором я, в принципе, вот второе интервью с Любой все время к этому возвращаюсь, потому что это очень важно. Это семья, единый организм, и ребенок при этом, он полноценный член семьи, причем на абсолютно равных правах. Абсолютно так. Я слукавлю, если я скажу, что нам вместе с мужем не бывало больно при взгляде на других детей, я слукавлю, если я скажу, что этого не было. Конечно же, это было, но тут мы опять возвращаемся к тому, что в семье между мужем и женой не должно быть вообще запретных каких-то стыдных тем, нельзя друг от друга закрываться. Вот тут мы возвращаемся опять к схеме взаимоотношений, которые должны быть полностью открыты по отношению друг к другу, не должно быть никаких секретов, скажем так. Вот, и мы это очень много проговаривали, мы очень много это проговаривали, и мы пришли к тому, что мы не должны от этого закрываться, мы не должны этого стесняться. Наверное, еще способствует наша среда проживания, где, скажем так, к таким детям и к людям с любыми несоответствиями этому нормальному обществу существуют более лояльные отношения. Ну, я думаю, что здесь просто нужно дистанцироваться даже от нелояльного отношения и, опять же, чувствовать себя одной семьей. Абсолютно. Абсолютно. То есть вот мы опять возвращаемся к взаимоотношениям, к моменту взаимоотношений. Вот, скажем, да, подводя итоги нашего разговора, как раз и хочу сказать, что вот просто как бы так в заключении просьба, даже не просьба, а вот напутствие родителям вот подумать о том, что их ребенок это полноправный член их семьи и он должен быть не просто там каким-то улучшенным, а он должен быть абсолютно здоровым, он должен быть абсолютно вот открытым, он должен быть абсолютно как бы вот адекватно, да, находится в семье и это чувствовать. Вот на этом, наверное, мы, если у Любы еще что-то сказать такое вот в плане напутствие, на этом мы где-то наше интервью закончим и если будет вот комментарий, если будут какое-то обсуждение, если появятся еще какие-то вопросы, может быть, ближе к концу вашего пребывания здесь мы на эти вопросы ответим в этой студии. С удовольствием. Я хочу вдохновить всех мам, которые сейчас нас смотрят, не стесняйтесь звонить Давиду, не стесняйтесь проводить дистанционные сеансы, уберите свой внутренний страх, делайте медитации Юсеф и лично мне и моему ребенку очень помогает медитация исцеления незрелых участков центральной нервной системы, это мой опыт, я им делюсь. Разумеется, совершенно иное это приезд сюда и это стоит немалых финансов, да, но то, что здесь происходит, иначе как чудом я назвать не могу, буквально от идеи до воплощения происходит просто непрецедентные вещи, нигде в мире такого мы больше не получим по отношению к нашим детям. Причем вот я только хотел сказать, да, потому что люди платят бешеные деньги, очень большие, гораздо больше и не получают, в общем-то, никаких результатов или получают результаты, которые не могут вот стать на одну, на одну грань с тем, что происходит в центре. На всех трех уровнях, физическом, психическом, духовном происходит исцеление. Я знаю, о чем я говорю, мы ездили на лечение в реабилитационные центры в России тоже, мы делаем коррекцию и хорошую коррекцию, спасибо им в Германии, но такого, что происходит у Давида, я не видела нигде, правда, ни за какие деньги этого невозможно добиться. Ну, даже, да, это годовое название. В центре Беер Давид, да, извините, пожалуйста, в центре Беер Давид, совершенно верно, да. Ну, не с Давидом, а у Давида, в данном случае, в данном случае, это у. Да, да, Юсеф абсолютно, королева центра, да, тут, да, без слов, и поэтому, наверное, это будет самое... Наверное, это будет самое главное в жизни инвестиция вашего ребенка, который действительно оправдает себя на все сто процентов. Я в этом уверена, если бы я не была уверена, я бы не приехала сюда, я бы не давала это в интервью. Ну, вот, да, надеюсь, что нас услышали, и, Люба, большое спасибо. Особенно папу услышали, что внимание своим детям надо уделять. Ну, да, надеюсь, 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 вот. Если у папы с этим проблемы, то мы полечим. Это не сложно. Вот, главное, чтобы было желание. Да, главное, чтобы было желание, естественно. Вот, ну, на этом мы заканчиваем. Любочка, успехов, исполнение всех, вот, мечет, желаний. Спасибо большое. Вот, и чтобы ребенок был не просто, вот, здоровым, а чтобы он был действительно успешным, ну, и чтобы ваша семья процветала. Спасибо. Ну, и я думаю, что, как говорится, и новых вам детей тоже. Окей, хорошо, все принимаю. Могу сказать в заключении интервью, мы на правильном пути, и мы в правильном месте. Спасибо, и всем всего доброго, здоровья, счастья, с наступающим праздником всех женщин, вот, чтобы было побольше любви в их семьях. Точно.